Визит в Поднебесную в восторженных тонах. Дональд Трамп выразил удовлетворение итогами переговоров в Китае, заявив, что Вашингтон и Пекин должны работать вместе, чтобы освободить азиатский регион и весь мир от крайне серьезной угрозы со стороны кровожадного северокорейского режима. Данные слова сопровождались лестными эпитетами в адрес Си Цзиньпина, которого американский президент назвал сильным человеком. Весь цивилизованный мир должен сплотиться с целью противодействия северокорейской угрозе, и весь мир сейчас смотрит на нас. Как рассказал госсекретарь Тилерсон, в ходе двухдневных переговоров Китай четко и безапелляционно дал понять, что появление ядерного оружия у КНДР для Пекина неприемлемо. Обсуждая ядерную проблему корейского полуострова, мы подтвердили нашу твердую придерженность генуклеаризации полуострова и соблюдению международного режима нераспространения ядерного оружия. Обе стороны продолжат в полной мере выполнять резолюцию Совбеза ООН. Кроме того, мы продолжим искать решения путем диалога и переговоров. Дональд Трамп вновь заявил об ошибках прошлого в отношении КНДР, которые США и Пекин договорились не повторять. Однако вдаваться в детали в этот раз не стал и пообещал в ближайшие месяцы и годы выстроить гораздо более прочные отношения с китайскими партнерами. Обвинил Трамп своих предшественников и в торговом дефиците с Китаем, который, по его словам, шокирующим образом достигает сотен миллиардов долларов в год. Но я не виню Китай. В конце концов, кто может винить страну в том, что она извлекает выгоду из действий другой страны на пользу своим гражданам? По щекотливому вопросу двусторонней торговли, как отметил тот же Тилерсон, несмотря на многочасовые торговые переговоры, пока удалось достичь лишь немногого. Си Диньпин подчеркнул, что у американо-китайского сотрудничества большие перспективы. В качестве примера он привел подписание соглашений общей стоимостью в 206,5 миллиардов долларов за время визита Трампа. После Китая на очереди в азиатском турне Трампа саммит АТС во Вьетнаме, где, как ожидается, состоится встреча с российским президентом Путиным. После встречи с Си Диньпином американский лидер призвал Россию помочь в урегулировании конфликта с Северной Кореей. Рафаэль Сааков, Анатолий Кошенко. Настоящее время Америка. Вашингтон.